Всем привет, с вами Каролина, добро пожаловать в новое видео. Мы с вами очень давно не виделись, я по-моему всем очень сильно соскучилась. Я отсутствовала здесь где-то два месяца, то есть два месяца я не снимала ничего, ничего не выпускала. Ну да, вы могли наблюдать за мной, например, периодически в ТикТоке, потому что я там немножечко записывала роликов на свой новый аккаунт. И также вы могли читать мои посты в Телеграме, либо же в Инстаграме, но там сторисы. Чем я занималась все это время? Что вообще будет с каналом? Будут ли продолжать выходить ролики, связанные с кей-поп, с Южной Кореей? И здесь мне сразу хочется сказать, что да, я очень сильно этого жду. Несмотря на то, что я так долго отсутствовала на канале с такой интересной тематикой, эта тематика не оставляла меня ни на секунду. Почему? Нет, не потому что я там смотрела какие-то драмы, драмы на самом деле, потому что какие-то драма. И не потому что я там кей-поп слушала, хотя это тоже. Я очень сильно жду концерта Шуги. Точнее запись концерта Шуги, которая уже через пару-тройку недель выйдет в кинотеатрах. Я туда обязательно пойду, так что если вы тоже в Астане собираетесь на D-Day, то, возможно, мы с вами там увидимся. Но давайте вернемся к истории о том, почему же меня это никак не оставляло. Потому что весь первый семестр, как только нужно было сделать какие-то проекты, связанные с определенными странами на выбор, то я всегда выбирала Корею. И сейчас, по сей день, то есть я все еще для любых проектов, каких-то презентаций, еще чего-то выбираю Южную Корею. Вне зависимости от того, о чем там вообще пойдет речь. Будь то образование, будь то там развитие психологической науки, вообще все равно. Это все еще связано с Кореей. И в целом я для многих человек, который ассоциируется с Кореей. То есть да, несмотря ни на что, чем бы я там ни занималась, я все равно ассоциируюсь с этим. И какой-то период своей жизни, пока я не снимала видео, я думала такая, что вот, мне это все надоело, я устала, я не буду больше снимать видео о Корее, я не хочу, мне неинтересно там больше рассказывать о кей-поп, но I changed my mind, да. Я изменила свой взгляд на эту ситуацию и поняла, что, наверное, если я не буду об этом рассказывать, я не буду об этом снимать видео, я не буду слушать эту музыку, то я буду чувствовать себя гораздо более грустно, потому что даже сейчас, вот несмотря ни на что, я снова такая, окей, мне нужно восстанавливать свое знание корейского языка, я снова там пытаюсь общаться с людьми на корейском языке, я пытаюсь как-то возвращать этот навык, потому что я очень долго не практиковалась. Помимо этого, я подумываю о том, чтобы как раз-таки вот поехать по обмену от своего университета сейчас учиться в Южную Корею. Да, там как бы семестр, другой, но все же и потом следующий этап, возможно, надо совсем перебраться туда, потому что все-таки где-то там в моей душе, в моем сердечке есть вот эта вот история, что это мое место, несмотря на все сложности, несмотря на, возможно, периодически там странное какое-то отношение, несмотря на какое-то непонимание, недопонимание, все равно это что-то такое мое, как я обычно говорю на английском языке, это то, что it's my vibe. Вот просто я у своих преподавателей ассоциируюсь с Кореей. Как-то так вышло, потому что я всегда говорю об этом. И дополнительным моментом таким как бы для меня стало, почему I change my mind относительно того, чтобы как бы забрасывать эту тему, это когда мне просто сказали, что вот когда я рассказываю о Корее, когда я рассказываю что-то о Таиланде, то видно, что у меня горят глаза. То есть я заинтересована этим. Я не могу это бросить. Я не хочу это бросать. Да, возможно, подход к созданию контента изменится, потому что я хочу делать больше видео не таких, что вот сейчас там такое-то прослушивание, вот как там стать айдолом, а, например, говорить о манхве, говорить о там сериальчиках каких-то, фильмах, о том, что там в айдол среде происходит. То есть более такие live-видео. Я не хочу больше загонять себя в рамки, потому что я словила на самом деле огромнейшее выгорание. И из-за этого я на такой продолжительный период забросила видео. То есть это связано не только с изменениями какими-то в моей жизни, с тем, что у меня больше занятость стало, но и с тем, что я просто потеряла смысл. Для чего я это делаю? Я понимаю, для кого я это делаю. Что я делаю это для вас, потому что мне нравится создавать контент. Но я потеряла свой внутренний смысл это делать. И, кажется, я его нашла, и, наверное, пора возвращаться. Но сразу мне хочется сказать, что не забывайте о том, что у меня есть второй канал. Да, на нем тоже очень давно не выходили видео, потому что все-таки выгорание сказывается на всем. То есть ты не можешь забросить один канал и как бы на другом спокойненько себе делать контент. Нет, я просто в целом такая, окей, ладно, значит, это время я посвящу своей там академической деятельности, потому что сейчас я пишу статью. Поэтому я очень часто, например, могу пропадать из соцсетей. Да, контент не будет выходить так часто, но я буду стараться выпускать ролики, хотя бы там, ну, например, раз в две недели. Я ничего не обещаю, но я буду очень сильно стараться, потому что, опять же, у меня скоро там контроллеры личные, у меня скоро сессия, опять. И с этим тоже нужно работать. Мне нужно писать отчеты, мне нужно, опять же, заканчивать свою статью, научную статью, на что тоже уходит очень много времени и сил. Многие аспекты моей жизни очень сильно изменились. Но я действительно хочу вернуться в интернет, потому что это то, без чего я не могу. Я не могу не снимать видео, потому что, несмотря на то, что я ничего не выпускала, я снимала. Да, пусть это не разговорные ролики, пусть это то, что в народе именуется липсинками, но я не могу просто взять и не снимать ничего. Даже если это просто природа, то, что происходит вокруг меня, мне все равно хочется это снимать, мне хочется делать какие-то фотографии, мне хочется делать видео, мне хочется делиться этим. Мне хочется больше делиться своей жизнью, но я не знаю, что произошло внутри меня такого, что я перестала это делать в тех объемах, в которых делала это раньше. Возможно, опять же, просто произошла такая смена приоритетов, смена взглядов. Но я надеюсь, что вы останетесь со мной. Я очень сильно благодарна каждому из вас, кто продолжает смотреть мои видео, несмотря на то, что очень давно не выходило ничего нового. Я очень благодарна тем, кто остается со мной, потому что именно вы даете мне ту самую внешнюю мотивацию для того, чтобы что-то здесь создавать, о чем-то здесь говорить. Да, сейчас не обращайте внимания на мой фон, на все происходящее. Я тут немножечко книжечку поставила, чтобы так разбавить атмосферу. Чуть позже я это все приведу в порядок, потому что, если говорить откровенно, то это видео родилось абсолютно случайно. То есть я просто сегодня проснулась раньше своего будильника, посмотрела на все происходящее вокруг такая. У меня есть настроение. За окном очень классная погода, там очень тепло для марта. То есть я буквально вот хожу в платье и в пальто сверху, и это кайф. Ну, иногда я еще использую свое пончо. Кто знает, тот поймет. Но, опять же, у меня сегодня какой-то такой подъем, какой-то такой боевой настрой. Именно благодаря этому я просто пришла после универа такая, окей, мне нужно там процентов на 20 хотя бы зарядить свой телефон, потому что за время в универе у меня батарейка села. И мне нужно снять это видео. Я хочу снять это видео. Я хочу рассказать о том, что происходит. И что в целом будет происходить. Стоит ли ждать нового контента. А его стоит ждать. Да, у меня, кстати говоря, еще осталось несколько роликов с прошлого года, которые я сняла, но не выпустила. И у меня есть мысли их все-таки выпустить, потому что есть у них какой-то такой свой вайб. Есть у них что-то такое, чем я действительно хочу поделиться. И в одном из них как раз-таки было положено то самое начало просто разговорного контента на моем канале. То есть я там снимала видео, по-моему, про манхл. И это мне нравится, потому что сейчас для меня это такая некая отдушина. То есть что-то такое, чем я могу поделиться. И, кстати говоря, другой момент, другой пунктик, который также я, возможно, реализую, это публикация таких небольших подкастов, но вне Ютуба, так скажем, вне канала, а либо на специальных платформах для подкастов, либо в Телеграме. Я периодически просто буду записывать вот такого рода голосовые, то есть просто какое-то повествование на определенную тему. Я надеюсь, что вам это тоже понравится. Если что, все ссылки есть в шапке канала, есть, возможно, в описании, если они там еще отображаются, но я надеюсь, что да. И оставайтесь со мной. Давайте вместе создавать еще больше всего интересного. Я вас всех очень сильно люблю. И давайте поскорее увидимся в новых видео.